МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Вести.ру в студии Екатерина Тарасова. Здравствуйте! За 15 минут покажем всё самое интересное из мира науки, технологий и прогресса. Есть ли у новой физики начало, а есть ли у новой физики конец? Большой адронный коллайдер может поставить крест на современных теориях. В общем, назад к Эйнштейну. Быстрый, но не скоро. Кубка смартфона только из-за ЛТЕ, она лишена смысла. Суперскоростной мобильный 4G уже в продаже, но ещё недоступен. Где и когда ловить позывные ЛТЕ? Хай-тек на льду. Раньше больше холоднее. Это так называемые айсбоксы. Из них более тонкие трубочки. Да, они у нас уходят под лёд. Каток в парке Горького открывает сезон новыми рекордами и технологиями. На дворе плюс 6. Шпионский триллер в хищном лесу. Лит находится в крайне угнетённом состоянии. Зачем британские учёные залезли в муравейник? И что им рассказал радиомаяк? Физики, работающие в Церни, на Большом Адронном Коллайдере порадовали новым открытием. Наш мир устойчивее, чем мы думаем. Они провели эксперимент, который подтверждает стандартную модель Вселенной. Такая парадигма утверждает, что вероятность распада элементарных частиц крайне мала. И именно это подтвердил эксперимент с так называемым странным Б-мизоном. Теория суперсимметрии, напротив, допускала, что кирпичики мироздания очень подвижны. Частица может превращаться в волну и наоборот. Оказалось, что нет. Лирики шутят, что учёные вот так изящно отмели опасения о том, что андронный коллайдер засосёт нас в чёрную дыру. Но сами физики воспринимают открытие очень серьёзно, как новую веху в фундаментальной науке. И начали спор о том, ставит ли это крест в теориях о новой физике. Этот процесс уж очень редкий. И поэтому нужно было подтвердить экспериментально, существует он или не существует. Оказалось, что всё согласуется с стандартной моделью. И это, с одной стороны, замечательно, потому что это подтверждает её правильность, подтверждает, так сказать, ну как бы вот тот успех, который был достигнут. Каждый уважающий себя гаджетоман уже, наверное, присмотрел смартфон с поддержкой мобильного интернета четвёртого поколения. И заглядывается на постеры с рекламой LTE от сотовых операторов. Но времени на раздумья у вас больше, чем кажется. 4G на телефонах пока не работает. Куда он делся, выяснял Анатолий Макаров. Обещанного полгода ждут. Ну или чуть меньше месяц, или два минимум. Если вы обладатель смартфона с поддержкой связи 4G, она же LTE, то вряд ли сможете воспользоваться её сверхскоростными возможностями раньше зимы, а то и весны. 4G он для мобильного интернета, а для голосовых звонков телефон должен возвращаться в GSM, к которому прилагается G предыдущих поколений, второго и третьего. Сотовые операторы признают, сетевое оборудование пока не обеспечивает корректность такого перехода. А работать одновременно они не могут. Покупка смартфона только из-за LTE, она лишена смысла. Сети и эти смартфоны не протестированы на работе друг с другом. Первым из операторов голосовой связи, кто запустил 4G в продажу, стал Мегафон. Он ввёл несколько опций безлимитного интернета для смартфонов через LTE. Но сегодня в компании вынуждены признать, поторопились. Сейчас мы тестируем корректность работы и переходов смартфонов между сетями. Частично это проблема локализованная. Мы действительно сейчас находимся на стадии тестирования. И завершить его обещают не раньше первого квартала следующего года. А в МТС провели работу по усилению сигнала LTE на 700 объектах. От бизнес-центров и госучреждений до отелей и торгово-развлекательных комплексов. Но эта сеть пока пригодна только для работы в ней планшетов, а никак не смартфонов. Если взять Lumia 920 и попытаться включить режим 4G через инженерное меню, то вы его получите. Но пользоваться им будет нельзя, потому что у вас пропадёт связь обычная, смс, голосовые звонки. Если вы включите не через инженерное меню, то в течение пяти минут он вывалится в 3G. На российском рынке пока только два смартфона с поддержкой LTE. Та самая Lumia и одна из моделей HTC. На деле даже они передают данные через 3G, а другие 4G даже не поддерживают. Пятый iPhone, например, настроен не на те частоты, которые получили российские операторы. Но не стоит спешить и выбрасывать смартфоны, ограничиваясь планшетами и LTE интернетом от Skylink. Большая сотовая тройка понимает, скоро наступят времена, когда мир будет измерять связь не минутами в сетях GSM, как сейчас, а гигабайтами интернет-трафика. Так что время 4G — деньги. Анатолий Макаров, Сергей Плужников, Вести. Рутрекер, Лукоморье или Бруссек снова в строю. В реестре запрещенных сайтов надолго они не задержались. Резонансный инцидент с блокировкой Лурка был исчерпан после того, как эта энциклопедия мемов удалила статью, неугодную ФСКН. Тем самым реестр, запущенный недавно, отработал технику борьбы с нелегальным контентом так, чтобы это не приводило к закрытию всего сайта. То же произошло и с Рутрекером. Сервис для обмена торрентами удалил всего одну страницу со спорной раздачей и смог продолжить работу. Возобновила ее и онлайн-библиотека Лебрусек, вычистив с серверов запрещенную информацию. О другом, не менее важном, коротко. Хит американского Ютуба — жестокое обращение с айфонами. Кадры, снятые в супермаркете Walmart, набрали более трех миллионов кликов. Но мнения разделились. Далеко не всем понравилось, как грузчики пинают коробки с их любимым айфоном 5. А Apple тем временем поставила на производство модель 5S. К декабрю их выпустят до 100 тысяч штук. Об этом по секрету сообщают азиатские источники. А вот у главного соперника айфона, третьей модели Samsung Galaxy, хакеры обнаружили серьезную дыру в безопасности. Встроенный блокной S-MEMO зачем-то сохраняет в открытом виде логины и пароли от сервисов Google. Если владелец смартфона назначал так называемые права суперпользователя для сторонних приложений, то они могут свободно воспользоваться этой информацией. Microsoft на практике реализует универсальный транслятор из сериала StarTech. Компания представила систему синхронного перевода для начала с китайского на английский. Перевод идет в режиме реального времени, к тому же имитирует голос говорящего. И ошибок меньше. Одна не на 4 слова, как у большинства систем, а на 6-7. Технология нейронных сетей позволяет программе самой обучаться на ходу. Еще более революционная технология обещает появиться на смартфонах в скором времени. Систему позиционирования внутри помещений. Там, где не ловится спутниковый GPS, поможет сигнал Wi-Fi. Разработку осуществляют ведущие компании, включая Apple и Google. Они довольны ей ритейлеры. Но кому понравится, что теперь покупателям, не станут бесконечно блуждать по их торговым центрам. Природный навигатор. Мыши. Израильские разработчики научили их находить взрывчатку. Животных помещают в картридж. И если воздух приносит запах опасных веществ, мыши начинают метаться. А датчики движения выдают сигнал опасности. Эксперименты показали, что для предотвращения терактов грызуны эффективнее и собак, и высокотехнологичных устройств. Все технологичнее становится и развлечения. Завтра в парке Горького открывается главный московский каток. И организаторов не смущает, что на улице плюс. Благодаря специальной системе лед не только образуется в любую погоду, но он еще и безопаснее. Самой первой на коньки встала Дарья Григорова. На улице еще плюс шесть, а я уже открываю сезон катания на коньках. Лед, по которому я еду, толщиной 30 сантиметров. В это время года это возможно благодаря уникальной в Европе системе охлаждения. Ей под силу в плюсовую температуру заморозить огромное количество воды. Площадь катка – 18 тысяч квадратных метров. В парке Горького требует довольно мощного охлаждения. Системы холодильников или челлеров, как еще говорят, потребляют электроэнергию в районе 2,5 мегаватт. Такое большое количество электричества нам нужно на первом этапе, чтобы заморозить лед. Вокруг льда четыре зоны с холодильниками. Мощные трубопроводы с охлаждающей жидкостью соединяются в единую цепь. Дальше по рукавам. Хладагент. Его температура минус 8, он растекается по отдельным участкам катка. Вернее, под них. Как видно здесь, наши магистральные трубопроводы подходят уже к распределительным системам. Это так называемые айсбоксы. Из них вот уже более тонкие трубочки. Да, они у нас уходят под лед. Охлажденные пластиковые трубки образуют так называемые айсматы. Пока каток не залит до конца, их можно разглядеть под тонким слоем льда. Вот таких айсматов, которыми уложен наш каток, в этом сооружении порядка 720 километров. Чем толще лед, тем лучше система охлаждения защищена от коньков, а значит дольше срок службы катка. В этом году он и открывается раньше, на две недели. Проработать ему придется полгода, до 10 марта. На самом деле, мне кажется, это тоже приятное ощущение. Вот в этом году мы этот каток открываем на 15 дней раньше, чем в прошлом году. И вот это ощущение, когда еще листва, когда еще зеленые газоны. Как бы вроде еще зима не наступила такой в полную свою силу, но при этом чувствуется и еще остатки лета. После прошлогоднего успеха каток решили увеличить, чтобы на льду в парке Горького уместились те полмиллиона человек, которые пришли в прошлый сезон и еще больше. В давние-давние времена, там с 1928 года, каток парка Горького заливали как раз вокруг вот этой всей фонтанной площади, по всем аллеям, включая Пушкинскую набережную. Но, конечно, этот каток был естественный. Поэтому мы сейчас как раз приближаемся к катку вот 1928 года. В 20-е годы асфальт просто заливали водой при минусовой температуре. Это называется естественный лед. Каток искусственный не только не тает, он еще и безопаснее. Чем меньше выбоин на льду, тем сложнее упасть и получить травму. Традиции, обновленные технологиями. Дарья Григорова, Сергей Цыганов и Станислав Богомаз. Вести. А теперь о машине, которая разговаривала с прохожими. Язык, как говорится, до Мюнхена доведет. Даже если вы робот, учитесь общаться с людьми. Андроиду ИУРа это помогло. Затем, как он пытался пройти библиотеку, следил Игнат Павлов. Такого туриста не пожелал бы ни один город. Внимание прохожих он притягивает куда больше, чем достопримечательности. Это при том, что действия и слова гуманоида назвать необычными вряд ли можно. Я автономный робот. Я могу спросить у людей дорогу и следовать их инструкциям. В эпоху GPS и Google Maps такое любопытство выглядит немного архаично, тем более со стороны машины. Но и у навигаторов бывают баги и сбои. Так что умение общаться с людьми любому роботу не помешает. Это не очередной коммерческий продукт. Мы исследуем фундаментальные основы взаимодействия робота и человека. Навигация, передвижение в динамической изменчивой среде – это прекрасная площадка для подобных наблюдений. Юро очень чуткий и чувствительный. Несколько стереокамер позволяют отличить человека от столба. Микрофон и анализатор речи расшифруют указания пешехода. А датчики движения Kinect помогут понять, куда показывает человек. Пока роботу доступны только пять уровней базовых инструкций, такие как «поверни налево», «направо» или «иди прямо». В общем, как и у любого туриста, ограниченный вокабуляр. Но прохожие готовы с ним помучаться. Мне он очень нравится, он милый, он очень естественно разговаривал со мной, использовал даже такие междометия, как «ммм». Но что меня больше всего поразило, он понял меня, хотя я говорил с акцентом. Растопить лед помогают, конечно, голубые глаза железного незнакомца. Над языком тела, точнее лица Юра, разработчики вообще серьезно поработали. Гуманоид может удивленно моргать, настороженно поднимать брови и шевелить ушами, показывая, что слушает. Всего за мимику отвечает 21 моторчик. У этого робота очень развиты коммуникативные навыки, то есть взаимодействие происходит не только вербально, но и эмоционально. Правда, на противоположный пол Юра не произвел такого впечатления, как Валли на Еву. То ли уши слишком большие, то ли глаза чересчур добрые. Он, наверное, правильно воспринимает мои слова, но я бы предпочла кого-то, кто полностью меня понимает. Задача, которая пока не по силу даже многим людям, но и уро быстро учится. Главное, чтобы его не вели по ложному следу. Хотя и это своего рода урок – понимание человека. Игнат Павлов, Станислав Богомаз, Вести. Нанотехнологии спасут нанохищников. Британские ученые хотят предотвратить разрыв биологической цепочки и спасти вымирающих муравьев. Для этого их подковали, как блоху, с помощью радиочастотных меток. Станислав Редикульцев подглядывал за жизнью муравьев. Северный древесный волосатый муравей. Только звучит страшно. Маленькие насекомые – большая проблема Британской империи. Муравьям грозит исчезновение. То, что мы видим там, это уже само по себе говорит о том, что вид находится в крайне угнетенном состоянии и, в общем-то, на грани возможности своего существования. Спасти муравьев должны технологии. Их принято называть «нано». Радиочастотные метки площадью в один квадратный миллиметр клеятся на тысячи особей. Сканирование даст ученым представление о привычках муравьев. Эти метки расскажут нам, что делает тот или иной муравей в колонии. Каждая из них в отдельности – довольно глупое создание, но все вместе они способны делать сложные и удивительные вещи – создавать муравейники, организовывать добычу пищи. Муравьи – один из главных хищников в местном лесу. Вот дождевые черви – сытный обед для 200 тысяч насекомых. Но все же эти трудяги предпочитают устраивать фермы. Вместо коров – древесная тля. «Этот вид очень важен в экосистеме леса. Если срубить то или иное дерево, муравьи могут остаться без пищи и погибнут». Ученые будут вести наблюдения в течение трех лет. Эксперимент не только позволит лучше узнать соседей по планете, но и поможет сохранить вид и научить людей бережней относиться к природе. «Муравьи важны для леса. Они создают почву и разносят семена растений. Мы должны осторожнее обращаться с лесом вонгшо, спрашивать ученых, прежде чем рубить какое-то дерево, и стараться не отправлять уборочную технику к муравейникам». Эксперимент по радиочастотной идентификации только начался, но ученые уже узнали, что муравьи из разных гнезд не слишком помогают друг другу, хотя связи между ними есть и довольно крепкие. Ответ на вопрос, почему одни насекомые не тянут лапку помощи другим, исследователи планируют получить в следующем году. Станислав Редикульцев, Борис Брыкин, Вести. А у нас на этом все. Берегите себя и до встречи.